И опять мошенники. Сразу трое саровчан попались на удочку любителям легкой наживы. В общей сложности злоумышленники выманили удоверчивых граждан почти 163 тысячи рублей. Полиция еще раз напоминает о том, что нельзя сообщать никому данные и коды своих банковских карт, не переводить деньги незнакомцам и не верить в обещанные подарки и компенсации. Зарегистрировано сообщение от жителей города о том, что его маме около подъезда дома на улице Силкино продали товар на сумму 20 тысяч рублей. Выяснилось, что гражданка С. у своего дома встретила некого гражданина, накупила у него постельного белья, полотенец, матрас и, придя домой, решила, что купленные вещи не стоят 20 тысяч рублей. Подумала, что ее обманули, в связи с чем ее сын обратился в полицию. 54 роза на сумму почти 3,5 тысячи рублей украл 27-летний саровчанин из супермаркета на Силкино. Кроме того, в этот же день он из продуктового магазина на Московской открыто похитил товар на сумму 17 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. 18 мая 2022 года зарегистрировано сообщение от гражданина С. о том, что дома 10 по улице Казамазова разбили заднее стекло его автомашины «Шевроле». Заявитель находился дома, когда сработала сигнализация и вышел на улицу, обнаружил чугунный предмет, упавший с крыши дома. Этим предметом оказалась чугунная часть водостока. Шесть ДТП с материальным ущербом и две аварии с пострадавшими произошли в Сарове на прошлой неделе. На улице Зернова мотоциклист на Ямахе не справился с управлением, наехал на две припаркованные машины и упал с мотоцикла. В результате у мужчины диагностировали стрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы. Госпитализация не потребовалась. 19 мая в 12.05 на Куйбышево-11 водитель 69-го года рождения, управляя автомашиной «Лада Гранта», совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2009-го года рождения. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. После осмотра был отпущен домой. В момент ДТП ребенок ехал по дворовой территории. ГИБДД напоминает, велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет должны передвигаться только по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. По итогам 4-х месяцев 2022 года на территории Нижегородской области зарегистрирован рост наездов на пешеходов на 2,9%. Рост ДТП на пешеходных переходах по вине водителей транспортных средств составил 16%, со 100 до 116%. В Сарове такие ДТП тоже не редкость. Число наездов на пешеходов выросло на 33%, с 6 до 8. В целях профилактики таких аварий Госавтоинспекция на этой неделе проведет операцию «Пешеход», чтобы выявить нарушения как со стороны водителей, так и со стороны пеших участников дорожного движения.